я приветствую всех любителей вязания рукоделия вы на канале нитка ниточка с вами оксана перуцкая и сегодня я расскажу вам о том что я связала себе зимой все как-то руки не доходили снять общее видео и потом отдельная про каждую вещь ну и затем начались известные всем печальные события сейчас когда мы уже отошли от первого шока я думаю что нужно все-таки это показать потому что показывать весной это будет уже не так интересно и полезно и так перед вами шесть абсолютно готовых вещей и деталь одной вещи которая находится в работе я уже выкладывала ее своих социальных сетях и у меня еще в работе находятся два долговяза которые я даже сегодня показывать не буду потому что за эту зиму я к ним даже не притронулась и еще одна вещь которая тоже сейчас в работе вот это ее деталь однажды я уже показывала ее в другом исполнении когда буду сегодня говорить о каждой вещи в отдельности тоже напомню вам о том что было связано в предыдущей версии вот этой кофточки кардигана и так давайте все по порядку так как сегодня видео обзорное я не буду выдавать всех секретов немножко заинтригую вас и рассказывать о самых мельчайших деталях каждой работы я буду в видео которые будут посвящены им и только им в отдельности сегодня я просто в двух словах хочу немножко подогреть ваш интерес и начать хочу вот с этой вещи тоже выкладывала текущие картинки когда у меня эта пряжа появилась я тут же в нее влюбилась это был подарочек от бабушки моей ученицы и тоже увлеченные вязальщицы она принесла мне два моточка сейчас вы видите на своих экранах эту пряжу пряжа носочная и невероятно мягкая как и любой моточек носочной пряжи я влюбилась конечно в расцветку но поняла что связать я бы из нее хотела не носочки не шарфик и не шапочку а именно свитерок естественно я сразу представила масштаб будущей вещи сейчас она уже перед вами но если бы вы знали сколько всего я передумала пересочиняла перепробовала для того чтобы эта вещь у меня все-таки появилась в таком виде может быть вы удивитесь но у меня даже остался клубочек ниток и я очень рада что мне не только хватило их но и вот этот творческий процесс поиска узора соответствующей пряжи он тоже был очень интересным и пошевелил моими мозгами очень активно когда мы смотрим на эти вещи не зная внутреннего содержания вот этого что происходило за кадром нам конечно кажется что ну вещь и вещи что здесь удивительного на самом деле мне самой сейчас не верится что все это вот так сложилось и в цветовом решении у меня дома оказалась пряжа и рыженькая и вот это бирюзовая мне пришлось докупить только вот этот бежевый тон который к счастью один в один подошел к самой пряже носочной вот это оригинальная носочная пряжа и в ней мы с вами видим и оранжевый мой оранжевый немножко активнее и ярче но это очень хорошо подходит друг другу и конечно вот эти вот вкрапления бирюзового я решила не добавлять коричневый и не искать его цвет довольно сложный и в тот момент когда я покупала бежевый мне на глаза не попался никакой похожий даже близко коричневый ну и тем более что если бы я его добавила то свитер не получился бы таким ярким и красочным в общем все подробности и детали я расскажу вам в отдельном видео про каждую вещь и переходим к следующей работе конечно когда вы увидите ролики про каждую вещь вы узнаете где я брала описание откуда пришли ко мне эти идеи и сейчас второй вещью я бы хотела показать вот эту великолепную жилетку она необычная и может быть кто-то из вас видел ее в журналах посмотрите перед то есть обе полочки связаны широчайшей резинкой и связаны как вы видите горизонтальными полосками да но как только мы переворачиваем его на спинку мы видим точно такие же полосы широкой резинки но связаны уже вертикально по ходу самой вещи к этой всей красоте как вы видите рукавов здесь нет то есть естественно это жилетка и к этой всей красоте сделано вот такое интересное решение это цельно вязаный капюшон посмотрите какая интересная штучка я выбрала для этой работы пряжу alize 800 и сложила в две нити посмотрите какая шикарная мягкая удивительная вещь не думаю что мне часто придется пользоваться капюшоном но эта идея меня так захватила что я не могла ее не связать причем смотрела на нее очень давно практичная вещь да конечно я считаю что очень потому что иногда хочется что-то надеть под какую-то весеннюю куртку или плащ или даже зимой под пуховик дополнительный слой чего-то тепленького проложить и естественно под капюшон самой вещи иногда хочется накинуть более мягкий и более приятный капюшончик вот такая интересная вещь тоже они поговорим подробно очень очень мягкая вязала на крупных спицах по моему пятерочка но в моих записях в ролике про эту же леточку вы услышите и увидите все подробности эта вещь настоящая красавица моей зимней новой коллекции пряжа здесь использована дважды и как вы видите без проглаживания только после выполнения стирка в машинке в режиме шерсть и мы видим с вами очень достойная получилась работа вот этот узор я взяла в одном из последних журналов по вязанию хотя эти ромбы там распределялись на все полотно я решила взять только один мотив только один рапорт очень долго я сбивалась много раз перевязывала и вот внешне он вроде бы кажется таким простым и элементарным но здесь очень легко ошибиться не туда пойдет или не досчитаешься вот этих петель в полосочки по бокам ромба и приходилось очень часто распускать я решила что это же полосочка должна у меня пройти и по спинке и так как это вторичное использование этой пряжи пряжу тоже я покажу в отдельном ролике посвященном этой работе то естественно вы в этом же ролике увидите как он выглядел до тех пор и почему я распустила первую версию и почему долго не вязала вот этот вариант который мне сегодня кажется абсолютно очевидным и очень подходящим эту тепленькую любимицу я называю моя шубка потому что это очень-очень теплый светильник который спасал меня в зимние холода здесь очень необычные косы посмотрите они вяжутся из вытянутых петель и потом эти вытянутые петли перекрещиваются издалека они похожи на какие-то пупырышки на самом деле это просто коса с вытянутыми петлями вяжется очень интересно и оригинально здесь вы видите получились очень красивые убавки ролик по этим убавкам у меня есть на канале и я оставлю ссылочку в описании про то как вяжутся вот такие красивые фабричные убавки и мне здесь очень нравится рукав я покажу вам в ролике про этот свитер фотографии когда я в нем не хочется снимать видео вот здесь очень-очень красиво он сидит и получился очень хороший вариант рукава вы можете заметить что здесь довольно глубокая горловина она была так задумана авторами в журнале вообще этот свитерок вяжется из более тонких ниток и он оранжевого цвета очень красивый но мне захотелось применить эту выкройку и попробовать эти косы именно в таком вот виде и конечно это тоже бывшая моя вещь которой я добавила тонкую нитку и тоже расскажу об этом впоследствии следите за моим каналом если вам хочется узнать подробности о каждой из этих работ подпишитесь обязательно поставьте лайки под этим видео напишите комментарий и я как можно быстрее сниму продолжение про каждую из этих работ представьте себе что четыре из сегодняшних вещей это перевязы но глядя на них трудно себе представить что эти нитки когда-то использовались потому что выглядят они абсолютно как новые и я всегда предпочитаю покупать такую пряжу которую можно использовать повторно иногда два а то и три раза бывали у меня и такие случаи это с одной стороны экономное рукоделие а с другой стороны если вы влюбились в какую-то пряжу а потом захотели выполнить из нее новый какой-то вариант модели то у вас всегда есть на это возможность мне кажется что эта пряжа выдержит еще и ни одну и не две новых версий пока что это вторая почему я решила это сделать в принципе предыдущий свитер вот он сейчас на ваших экранах вы можете увидеть что там он в принципе по цветовому решению получился точно такой же здесь никаких больших ромбов не образуются но какие-то вот как вы видите секции да они очень красивые эти секции и такой психоделический немножко рисунок получается моё решение перевязать было связано с тем что я очень люблю вот эту кокетку этот вариант кокетки она вяжется с вот таким фигурным вариантом впереди и сзади она идет просто по прямой здесь интересно вывязывается горловина и конечно фотографии с примеркой этого свитера в следующем ролике о нем я обязательно покажу еще из этой пряжи у меня был связан шарф сейчас вы видите меня в предыдущей версии свитера и с шарфом на шее он был тоже очень красивый но мне захотелось чего-то новенького этот свитерок оверсайз интересен сразу несколькими моментами во первых я вязала его просто так без всякой выкройки и это не первый вариант когда я набираю какое-то по собственному желанию количество петель начинаю вязать спинку и потом отталкиваясь от того как получается спинка я обхватываю вот так уже связанной резинкой себе по желанию запястье подсчитываю сколько петель мне нужно для этого и начинаю вязать рукав если я вяжу спицами номер три как здесь в этом случае то тогда я прибавляю для рукавов например каждые шесть рядов если мне хочется чтобы рукав был более широким сразу и стремясь к верхней его части то я прибавляю в каждом четвертом ряду иногда я делаю несколько прибавок шестом ряду а потом в каждом четвертом тоже расскажу все подробности в этом случае мне захотелось как вы видите сделать разрезы ки по бокам и не только их а еще и поиграть немножко с длиной пряжа это у меня очень давно и это тоже перевяз но опять же с добавлением очень тоненькой ниточки если вы знаете такие моточки где 1640 по моему метров длина очень тоненькая нитка но она всегда является очень хорошей добавкой к чему-то аналогичному и поскольку основная нитка состоит из трех и получается пестренькая то еще одна белая ей не помешало а только добавила мне удовольствие и свитеру определенного внешнего вида как вы видите здесь очень интересные косы тоже в ролике про этот свитер расскажу где я взяла со мной сейчас нет этих записей их нужно где-то отыскать и мне очень понравилось что вот эта широкая полоса с двух сторон имеет косички ну и вот это вот тоже мне захотелось выполнить почему я перевязала предыдущую версию этого свитера мне захотелось чтобы он был побольше и у меня оставался довольно большой клубочек этих ниток я не знала куда их приложить применить и решила что это хороший повод использовать побольше этой пряжи чего я собственно и добилась ну и новая вещь она всегда радует и опять же мы можем с вами говорить об экономном рукоделии когда одни и те же нитки снова и снова идут в дело и сейчас покажу вам и расскажу в двух словах о двух работах которые сейчас уже на этапе относительного завершения это вяжется очень быстро спицы крупные это мой любимый фасон кардиганчика кофточки любое название здесь подходит сейчас на ваших экранах вы видите предыдущую версию этой вещи ее у меня уже давно нет и я решила ее восстановить уже в новом варианте что в этом новом варианте у меня готова как вы видите готовы два рукава и спинка рукава здесь очень интересные у них будет вот так загибаться манжет да но по краю по внизу здесь по задумке авторов идет обвязывание крючком рачьим шагом мы с вами делали это когда вязали красную летнюю маечку я подробно показывала как вяжется крючком обвязывается край рачьим шагом и конечно ссылочку на эту летнюю маечку я оставлю внизу тем более что желающие могут успеть до лета связать себе такую же там очень интересный узор ягодки значит мне очень хочется эту кофточку уже закончить потому что весной бывают ветры у нас и сегодня у нас довольно ветрено хотя и солнечно и это тоже перевяз то есть я сказала четыре вещи на самом деле это пятая вещь и сейчас на ваших экранах вы видите как эта вещь выглядела до сих пор я ее распустила без всяких повреждений для самой пряжи и сейчас посмотрите вот здесь эти нитки стали более пушистыми потому что я добавила тонкую нить кидмохера и получается что у пряжи появилась возможность продолжить свою жизнь в еще более интересной работе и быть мне полезной в повседневности спицы здесь я использую четыре с половиной довольно объемные и вот у меня смотрите спинка два рукава и вот уже кусочек одной полочки осталось довязать соединить связать вторую полочку потом соединить конечно и еще здесь будет воротничок вы могли видеть его на фотографии предыдущего варианта этой модели ну и наконец настоящая звезда этой зимы как мне хотелось но получится скорее всего весны потому что я очень быстро связала эту спинку потом выкладывала фотографии где все было здесь готово кроме вот этих вот веточек я их вышила поверх полотна совсем недавно вещь это очень красивая очень интересная и мне повезло я подобрала пряжу просто практически один в один соответствующей той которая задумана по модели это тоже кардиганчик вот эти темно-синие нитки это пряжа довольно такая не легкая и мне кажется что он будет по весу очень значительным очень внушительным значит мне не понравилось вывязывать вот этот орнамент и сейчас я уже начала вязать полочку и дошла вот так до этого момента и никак не могу понять продолжать мне вязать именно вывязывая то есть делая жаккард на ходу или потом поступить вот так же и по верху все-таки вышить эти листики и розочки и когда я не могу принять решение какое-то длительное время я просто останавливаюсь откладываю и для этого у меня должны быть обязательно в запасе какие-то другие работы чтобы когда я смотрю видео разные или слушаю лекции и обдумываю какие-то другие темы чтобы у меня руки всегда были заняты вязанием такая уж у меня привычка и сейчас я вам хочу сказать что вот этот узор он невероятно эффектный я думаю вы со мной согласитесь но он такой простой что меня даже меньше бугали вот эти жаккардовые вещи я никак не приступала к вязанию этой работы потому что мне казалось что вот это невероятно сложная полоса и не хотелось вчитываться в узор ну конечно когда я его начала вязать я просто буквально смеялась если не хохотала от того насколько он простой когда эта вещь будет готова и я начну снимать видео про нее я обязательно поделюсь с вами и журналом и секретами этого узора и вы тоже вместе со мной улыбнетесь от его простоты на изнанке я уже попрятала где могла все хвостики потому что вот особенно в этой части их было очень много делая это где крючком где иголками и как вы видите с изнанки тоже такое средний промежуточный вариант очень даже получился приемлемый да а вот этот узор по изнаночной стороне можно видеть что он стягивает это все как резиночка да и он стягивает это не только по вертикали детали но и по горизонтали видите здесь идет такая волна но я вам хочу сказать что в каждом переходе с одной волны на другую с одного узора на другой у них то прибавляются то убавляются петли причем всегда разное количество я не знаю зачем они это задумали но решила послушно выполнять то что описано потом посмотрим потому что в конце концов любая вещь стирается расправляется и мы потом видим хороший результат и я даже думаю что в этом случае я постираю каждую деталь отдельно чего я не то что почти никогда но наверное никогда не делаю здесь мне наверное было бы интересно постирать каждую деталь самостоятельно разложить высушить и может быть даже сколоть иголочками видите так как это связано лицевой гладью то конечно вот эти колбаски у нас всегда закручиваются так что вы уж потерпите отнеситесь с пониманием к тому что я не раскрывала всех деталей мне хочется чтобы вы и каждое видео тоже отдельно с нюансами и секретами посмотрели и надеюсь что это будет уже скоро спасибо что были сегодня со мной надеюсь вам все понравилось я узнаю это через ваши комментарии лайки подписки с вами была оксана перуцкая канал нитка ниточка желаю вам здоровья счастья мира и добра